Некоторые программисты просто не склонны писать тесты. Вообще, написание тестов, наверное, для программистов, это что-то такое из разряда «любишь кататься, люби и саночки возить». Вот кататься – это то, что писать новый функционал в системе какой-либо. А вот саночки возить – это как раз те рутинные вещи, которые необходимо делать для того, чтобы в будущем не иметь проблем с этим. Как артист. Покрывать тестами, документировать, вносить в вики какие-то изменения, дополнения по документации, по описанию каких-то модулей. Эта работа неприятная, но ты либо с ней смиряешься как профессионал и относишься к ней профессионально, что это необходимо делать. Либо ты начинаешь ходить без тестов, реализуешь все абы как, естественно, дальше это выливается для проекта в проблемы технического долга, что впоследствии становится просто онкологией для проекта, и он умирает. Ну, как бы, будем так вот рубить, да, как оно есть. – Знаете что, я много лет назад, когда начинал этим заниматься, я читал много книжек тогда. И в одной из них было написано, она такая была более продвинутая, было написано, что тестирование занимает примерно 30 процентов времени программиста. То есть, вот то тестирование, которое он сам все равно делает, по ходу дела, это примерно 30 процентов его времени. Вот вы считаете, сейчас тоже так или это как-то устарело? Он же должен убедиться, что он написал правильный код. – Вот это вопрос уже культуры разработки в конкретной компании или команде. Я встречал много команд и разные подходы. От реально чистого тест-древен-девелопмента, что ты пока не сделаешь тест каверидж в определенном проценте, да, в определенном проценте не покроешь своего функционала, тебе даже система version control system не даст закоммитить ничего. – Опа, да. – Вот так. – То есть реально так? – Да. То есть стоит commit hook, который, ну, перед тем, как закоммитить этот код, проверяется на тест каверидж и заворачивается в случае. – Это убедительно такое. – Да. И другие случаи, когда делается просто абы как. Я, значит, вот все, я функционал написал, исходя из задачи в джире или в редмайне, это все. Вот все, что там написано, я сделал. То есть человек не углубляется не в то, а какие ограничения, а какие, там, какие пути этот функционал должен покрывать, да, там, влево-вправо, шаг, влево-шаг, вправо. И выливают вот так вот, значит, в версию заливают такие изменения и со словами, а тестировщики проверят, если что скажут мне. Вот. И соответствующие последствия для проекта это имеет. И соответствующие квалики. Так что… – А вот с точки зрения разработки программного продукта, как бы под заказ и на открытый рынок. Вот, допустим, Кремниевая долина известна тем, что она работает очень много на рынок. Вот. Или пан, или пропал. Или компания из бизнеса вышла, или поперла. Или там тебя купил Facebook, Google, там, и так далее. Я вот вижу, поскольку ребята у нас со всей страны приезжают, и у меня в онлайном классе там за год человек 200 проходит со всей страны. И я смотрю, вот, отличия между компаниями. Даже вот Лос-Анджелес вроде рядом тут, но там очень много таких, которые под себя пишут. Там страховые компании могут быть, там, банки, оборонка, там, ну, разные. А здесь вот делают какие-нибудь, там, мобильные приложения или, там, какие-то social networking, там, какие-то веб-сайты, пошел, не пошел, неизвестно. Я понимаю, что у вас, видимо, клиентура в основном, то есть, какие-то большие организации, которые для себя что-то делают. А вот культура разработки софтвора, программного распечатания на открытый рынок существуют? Вот так, чтобы положить деньги и сказать, ну, или пошло, или не пошло. Все-таки там другое отношение к клиенту, как бы, получается, да? Человек должен деньги заплатить. Ну, если мы говорим про application, которые, идеи, которые работают на масс-маркет, то тут два варианта. Либо у тебя уникальное решение, и ты его хочешь продать за счет уникальности, да, на масс-маркет. Либо у тебя есть конкурентные преимущества перед твоими конкурентами прямыми. Ну, в силу чего-то. В силу чего-то, да. И, в любом случае, эти приложения, которые работают на масс-маркет, они должны быть quality-oriented. То есть, недопустимо для массовых приложений для паблик-аппликейшенов, чтобы случались какие-то краши или какие-то нелепые ошибки, там, не знаю, если это какой-нибудь Facebook, чтобы были где-то 404 ошибки. Это недопустимо. А вы помните время, когда вот Microsoft Internet Explorer, он крашился, ну, каждые 15 минут? То есть, это было good enough, чтобы его выпустить, и я думаю, поэтому сейчас никто и не пользуется, в конечном счете. Но это была катастрофа просто. Ну, так он же был good enough, потому что он был единственным браузером когда-то. А потом, когда появились Mozilla и прочие решения, он быстренько сдулся, потому что появилась альтернатива, которая стабильно работает. Да, да. Ну, в общем, это было поразительно. И я даже представить себе не мог. То есть, когда-то Mercedes был символом качества. Это пока я не купил свой первый Mercedes. А когда я его купил, то я понял, что нет, что просто дрянь делают. Вот те, что в Америке собирают, просто не качественно, совсем не качественно. Говорят, что и в Германии не очень. Турки больше у конвейера стоят. Но, в общем, то же самое Microsoft когда-то был вроде символом качества. Когда-то. А потом что-то поплыло, поплыло, поплыло. Я даже не знаю. Они постарели ребятам, может быть, я не знаю. Что-то. Мне кажется, что этот разговор можно направить к одной из конференций, или каких-то публичных выступлений, на которых сидел Билл Гейтс и как основатели его? Стив Джобс. Да. Их, значит, спросили по теме того, а почему, ребята, вот вы так разделились? Почему вы вот так вот работаете? Работать по другому не можете, не хотите. Они рассмеялись. И у них же компании ориентированы на два таких разных сектора. Одни делают там круто по всем показателям, с оптимизацией под свое железо, с кучей юзабилити тестирования. Да, это Mac, это Apple. Да. Но они делают конкретно под свое железо, под какое другое. Есть Microsoft, который говорит, что они делают под какое угодно железо и стараются гарантировать какое-то качество работы на этом железе. Но и нужно понимать, да, что для того, чтобы сделать ПО, которое работает в принципе на разном железе вообще, практически универсально, оно в любом случае будет глючить и бажить, потому что его coverage он сильно больше, и устранение там всех ошибок, всеобъемлющих из такого софта просто невозможно. У Apple задача как бы проще. Поэтому Microsoft, я не думаю, что он вообще может являться каким-то идолом quality в силу вот этих обстоятельств. Что можно, наверное, приписать к Apple? Давай. Знаете, я сейчас вспомнил, я работал в Борланде, когда это было, да, на 93-й год, там, 3-й, 4-й в это время. Работал в Борланде, и Борлан тогда был гораздо более такой понтовой компанией, чем сейчас. А Microsoft все знали, как компанию DOS и Windows. А они только вот начали, там, вот в это время, там, Microsoft Word, там, Excel. И, в общем, как-то в этом смысле они еще не блистали. Но Борланд чувствовал, что наезжают со стороны Microsoft, и в то время по телевидению шла реклама компании Ford, который пытался показать, что у них не такое дерьмо машины, что они борются за качество. Тогда японские все покупали, американские, не очень. В общем, была такая реклама, и у всех по ушам, каждый день стучало много раз, там было написано Ford Quality is Job One. Вот. И в Борланде значит, мужики сделали такой плакат, повесили, и там было написано Microsoft «Quality is Job One.one». Так они его, значит, там под кузьмить. Так что... Ну да. Хотя Microsoft тогда ругали, что он монополизировал Windows, и не делится полностью информацией под видео. Другие люди не могли написать более качественные прикладные какие-то продукты, потому что Microsoft знал чего-то, чего другим не рассказывал. Ну, конечно. Да, их за это там и судили, и, в общем, как-то обижали и так далее, да. Ну, что же. Значит, вот возвращаясь к ребятам, которые сейчас начинающие тестировщики. Вот, допустим, они годик-два там работают, еще поработают. Как человеку перейти в автоматизацию? Ну, хорошо, он занимается ручным тестированием. Он, может быть, какие-то классы берет, в онлайне берет, может быть, он какие-то лекции там на YouTube слушает, может быть, он записался, куда-то ходит на какие-то формальные. Вот я знаю, в Москве я часто слышу хорошие слова про курсы при МГТУ имени Баумана. Вот так, курсы специалист, как-то они называются, очень много, очень много хороших отзывов, и говорят, что прямо туда приходит компания, оттуда ребят выпускников забирают на работу. То есть, что они такое правильное делают? Ну, вот, как этот качественный скачок должен произойти? Первое, самое главное, разобравшись в своей области, в общем функциональном тестировании, необходимо, так сказать, поговорить с собой, узнать, а хочу ли я программировать. Потому что нужно понимать, что автоматизация тестирования на хорошем уровне, на действительно уровне высокого специалиста, это программирование. И понять, а хочу ли я программировать и способен ли я программировать. Потому что многим это просто не свойственно. Соответственно, если человек решает, что да, я люблю программировать, и вот если он берет какой-нибудь инструмент, пусть это будет, не знаю, Тескомп Литра, Норекс, Силк Тест, Силк 4G, Dice, Ява, или там Сикули, Экпленд, и не важно что, пишет какие-то автотесты, и ему нравится копаться в коде, ему нравится его оптимизировать, делать так, чтобы этот тест был отказоустойчивым, ему нравится вносить какую-то параметризацию в этот тест, чтобы дата драйвинг тестинг, ревентестинг делать. Это прикольно, конечно. Да, это прикольно. И я себя когда-то на этом поймал, что я каждое утро, приходя на работу, 40 минут времени трачу на то, чтобы начать работать. И я тогда, не знаю фактически программирование, очень калечно сделал скрипт на тысячу, ну или на тысячу, на четыре строк-кода, который за меня стартует мою работу. Открывает браузер, перегружает тестовый стенд, создает мне, я тогда еще в гейм-девелопменте работал, создает мне персонажей, наделяет их определенными свойствами, значит, заходит сам в игру, сам на конкретную локацию ставит, сам одевает его в нужные вещи какие-то, я готов к тестированию. Я в это время могу пойти попить чаю, привести себя в это рабочее состояние и вернуться. Ну тогда я потом пошел еще дальше, как бы я настроил службу на Windows, которая делает для меня этот дом, начало рабочего дня, я просто приходил, уже сразу все готовое. И дальше я начал развиваться в этом направлении. Конечно, я долгое время, мне, к сожалению, мало кто помогал, и я как-то в этом барахтался сам, пока не начал более серьезно подходить к программированию. Я понял, что я какие-то вещи делал неправильно, что мой код слишком лапшевидный, я не использовал многих возможностей языка, и что с этим нужно что-то делать, и что это все касается именно программирования. Что можно сделать компактнее, быстрее и масштабируемее, я этого просто не знаю. И я начал читать статьи, начал учить основы конкретных языков, изучил, что такое объектно-ориентированное программирование, функциональность и так далее. После чего я смог наложить свои хотелки как функциональщика, который хочет минимизировать затраты на тестирование на свое, покрыть регресс автотестами, смог эти хотелки реализовать с помощью моих знаний в программировании на инструмент. В противном случае это будут неэффективные попытки создать автоматизацию или созданная без знаний программирования автоматизация, она скорее всего, я не беру сразу сказать, что 100%, 99% что она загнется. Ну вот когда ты делаешь это, не знаю программирование, я проходил это все, я электронщик вообще пообразил, то есть я могу что хочется кодировать, и оно будет работать. Но это будет дрянь, а не кодь. Но вот это ощущение, но ведь работает же. Да. И должно какое-то время пройти, когда ты вдруг понимаешь, что с ходом времени оно уже не работает, и починить его невозможно, потому что там изначально нет структуры, которая должна была быть. Да, все верно. Очень, я слушаю, у меня прямо такие воспоминания начинаются, 20 лет назад вот этим занимался. А бывало такое, что пришел на работу, сел, и вроде только сел, а уже пора домой идти. Всегда так было. Правда, да? Да. Ну я всегда считал, что нужно работать много, и это мой опыт, это инвестиции в себя. А что там дальше будет, это, конечно, зависит от меня, но лишний дополнительный опыт, это всегда мой багаж. Поэтому часто было так, что я старался сделать больше, я старался работать, несмотря на окружающих людей. Были такие люди в команде, у нас было пятеро или четверо в команде, и получалось так, что я выполнял больше половины работы всего отдела. Я как-то старался не смотреть на то, что кто-то там филонит, и тоже филонит. Я просто работал больше. Я быстрее приходил к осознанию того, что вот, например, нужна автоматизация. Как ее сделать? Мне кто-то подсказывал какой-то инструмент. Я его взял, он был серверный программист, он мне подсказал вот этот инструмент. Он говорит, смотри, клевая разработка. Кстати, разработка м-этишная, я успел, это был 2009-2010 года, я успел поучаствовать в тестировании этого проекта и в локализации его на русский язык. Хорошо. Это был замечательный опыт. А нужно локализовывать, действительно? Ну, это инструмент, как бы, когда они там сделали редактор для тестов, и он был изначально на английском, и так как у них комьюнити росло, и были реквесты на то, чтобы это было на испанском, на каком-нибудь русском языке. То есть возник запрос на это дело? Ну, все больше и больше реквестов было там, да, которые говорили, а может быть вы переведете, вот у нас тут тестировщики, они хотят поиспользовать, заавтоматизировать, но они английский не знают. Вот тогда другой вопрос, опять, я, как бы, в интересах молодого поколения. Значит, насколько важно знать английский? Вот вы, вроде, у вас, вы сейчас двинулись как бы на, там, иностранного заказчика, в основном у вас исторический, там, российский заказчик. Вот насколько важно все равно, не знаю, читать что-то, документацию, статьи, книжки, я не знаю. Ну, мне кажется, что вообще в наше такое время, интернациональное, знать один язык – это мульетон. То есть свой собственный, родной? Ну, как минимум один, один язык. Иностранный? Нет, свой родной – это обязательно знать. Но, в принципе, знать только его, это уже, ну, мульетон, да. Что мне кажется, что нужно, как бы, английский, ну, вообще простой, да, его знать. И, может быть, еще какой-нибудь язык. Вот. Потому что, а уж в области тестирования и автоматизации тестирования, тем более программирования – это обязательный язык, потому что, не знаю, 90% всей документации технической, она на английском языке. Если нужно какие-то экземплы посмотреть, да, при изучении языка, то они всегда на английском. Я вот поэтому… То есть хотя бы читать? Читать, чтение технического языка обязательно. То есть поговорить уже не так важно? Ну, зависит от работы, но для программиста, generally, самое главное – это чтение, чтение технической литературы – это базис, без которого вообще жить нельзя. Вот еще вопрос, возвращаясь так мысленно к тому, что вы рассказывали. Когда вы интервьюируете человека, как вы понимаете, что он мотивирован, что он будет там пахать, а не отлынивать? Вот как вы знаете? Или это просто видно как-то по нему? Или какими-то вопросами вы его раскручиваетесь? Ну, вот, вопросом мотивации… Ну, есть шаблонные вопросы. Что вы будете делать, если у вас есть сейчас overhead задач, их нужно сделать сегодня, а сегодняшний день уже закончился. То есть… Грустная задача. Ну, грустная задача, но… Кранчи на проектах случаются часто. Легко, легко. Это легко и непринужденно. И кто-то говорит, ну, ничего там, забью, забью на это все, и пойду домой, и завтра сделаю. То есть, обещают так? Ну, да. Типа, завтра доделаю, ничего не случится с проектом. Типа, работа не волк, лес не убежит. Кто-то говорит, ну, надо будет, сделаю. Как бы, нужную задачу доделать. То есть, я думаю, что, скорее, вопрос здесь… Вопрос мотивации работать – это вопрос стремления человека к чему-то. Да. А вот эта вот вещь, да, усердие человека по конкретной значке – это вопрос ответственности. То есть, ответственность, на мой взгляд, это чрезвычайно важная черта вообще в работе, в принципе. Ответственный человек, на мой взгляд, на любом случае добьется многого. Особенно в тестировании, так как ответственность тестирования накладывается на качество продукта, и человек просто не может позволить, например, выйти по некачественному продукту или недотестированному. У меня тут на канале молодой человек вопрос задавал. Он говорит, скажите, вот, кто дальше по жизни пройдет, вот, такой, который больше варкоголик, вот, или у которого глаза горят? И я думаю, а почему он не мог вместе это совести? Да, вообще-то… Мне как-то обидно стало, что же варкоголик он там… Вот, ну вот, допустим, мрачный варкоголик и, допустим, там, не варкоголик, но светящийся. Ну, горящие глаза сделать что-то большое и красивое или что-то технологичное – это, наверное, человек, который в реалиях разработки программного обеспечения может потухнуть. Легко, конечно, конечно. Не всегда ты делаешь что-то великое и не всегда сразу видно, что ты делаешь что-то великое. И рутины уже много. Да, и рутины в любой работе много. Даже у тех же автоматизаторов, например, поддержка автотестов – это не всегда самое любимое занятие. Всем хочется разрабатывать новые фреймворки, делать какие-то обертки, автоматизировать неавтоматизируемые, делать там все более сложные какие-то решения. Но поддержка тестов – надо ее просто как профессионалу в себя принять и понять, что это часть твоей работы. Из-за нее ты несешь ответственность и относиться к ней как к данности, которые ты должен сделать. Это твое, и ты должен это выполнять.